Нас не перестает поражать творчество, которое било через край в советских людях. Сейчас речь пойдет про еще один интересный самодельный автомобиль, в котором есть сходство с работами Марчелла Гандини, такими как Ламборгини Каунтач и Браво, Сестон Мартин Булдог Уильяма Таунса и Лотос Эспри авторства Джарджета Джуджара. Он был создан в Ухте в 1980 году инженером по образованию и электрикам во Дворце детского творчества, а также по совместительству руководителем Кружка технического творчества Александром Кулыгиным. После завершения работ над шестиколесным вездеходом Ухта, Александр задумал построить автомобиль своей мечты. Его самодельный автомобиль, названный Панголина, получился очень похожим на Ламборгини Каунтач от Ателье Бертони. Возможно, сходство просто случайно. А может Кулыгин специально копировал формой легендарного суперкара. На самом деле, схожесть была только в передней части, ведь Кулыгин наделил Панголину очень редким кузовом, который называется Shooting Break. Это нечто среднее между купе и универсалом. Выклейка кузова производилась в Москве, а окончательные сборочные работы Александр Кулыгин провел в Ухте при помощи своих учеников-пионеров, не имея никакой серьезной технической базы. По какой-то причине все матрицы после окончания работ были уничтожены, и Панголина обречена была остаться в единственном экземпляре. Через год после создания, Панголина приехала в Москву. Доставка осуществлялась поездом, самостоятельно автомобиль с низкой посадкой доехать до Москвы из Ухты не смог бы из-за плохих дорог. Там автомобиль попал на страницы журналов и телевидения, о нем узнал весь СССР. Кстати, имя Панголина автомобиль получил за схожесть со зверьком броненосцем Панголином. Кузов был собран из стеклопластиковых панелей, навешанных на пространственную трубчатую раму. Такую конструкцию имели многие самодельные авто, но в остальном он был очень оригинален. Вместо традиционных дверей, поднимающийся на двух гидроцилиндрах колпак. Оригинальное и очень стильное решение однажды сыграло злую шутку с создателем. Его пришлось вызволять из автомобиля после того, как из гидропривода ушло давление, а колпак оказался настолько тяжелым, что Александр самостоятельно его поднять не смог. Колпак объединял боковые двери, крышу и лобовое стекло. Оно было сделано из лобового стекла микроавтобуса RAV. Лобовое стекло панголины оснастили ломающимся стеклоочистителем. Александр собрал его из двух дворников от автобуса Икарус. Кинематика устройства была настолько хороша, что лобовое стекло очищалось на 95%. Это по праву считалось ноу-хау конструктора. У автомобиля нет привычных зеркал заднего вида. Единственное заднего вида разместили на крыше под небольшим обтекателем. Подобное решение применялось на некоторых суперкарах и концепт-карах того времени, например, немецких из Дера. Чтобы пользоваться им, в крышу над водительским сидением, было вмонтировано окошко. Еще тут есть камера заднего вида для улучшения обзорности назад. По словам тех, кто ездил в этом автомобиле, сиденья были очень удобными. Их сделали в стиле самолетных, с высокими спинками. У панголины выдвижные фары. Целая секция из четырех прямоугольных фар располагалась по центру капота и выдвигалась при необходимости. Это было очень необычно и эффектно, а также улучшало аэродинамику автомобиля, когда фары не нужны. Рассматривая заднюю часть, можно и там найти пару интересных решений. Например, чтобы почти вертикальное заднее стекло не забрасывалось грязью, на крыше установили небольшой спойлер, который отсекал потоки воздуха в нужном направлении, и стекло оставалось почти чистым. Боковые окна состояли из нескольких частей, небольшая часть была открывающаяся. Позже была сделана маленькая форточка для стряхивания сигаретного пепла, так как конструктор курил. Александр самостоятельно изготовил колесные диски и обул их в низкопрофильную резину, которую позаимствовал у спортсменов. Это было большой редкостью в СССР. Конструктор задумывал использовать оппозитный силовой агрегат, но впоследствии остановился на стандартной 1,2-литровой четверки от вазовской классики, который выдавал 62 л.с. Из-за покатого капота силовой агрегат разместили за передней осью, то есть можно считать компоновку среднемоторной. Для доступа к нему панель торпеда поднималась на гидроопорах, причем вместе с ней откидывалась и рулевая колонка. Для этого рулевой вал снабдили дополнительным карданчиком. Усилитель тормозов был развернут на 180 градусов, этого также потребовала компоновка. Сама панель была достаточно серьезно шумотеплоизолирована. Всю выхлопную систему сделали с нуля. В задней части самодельный глушитель раздваивался и оканчивался двумя прямоугольными выхлопными патрубками под задним бампером. Два бензобака, правый и левый, установили перед задней осью. Под капотом, там где у обычных автомобилей двигатель, установили радиаторы и аккумулятор. Прогрессивная конструкция, легкий стеклопластиковый кузов и продуманная аэродинамика дали потрясающий результат. Несмотря на применение стандартного копеечного двигателя, Панголина разгонялась до 180 км в час. Жигули того времени так не умели. Вместе со своим создателем она участвовала в ряде всесоюзных автопробегов и даже посетила международную автовыставку Экспо-85 в городе Пловдив, в Болгарии. Правда, для выезда за границу конструкторам пришлось установить две дополнительные подъемные фары, стандартные зеркала заднего вида и стандартные колеса. Кузов был перекрашен. В конце 1980-х Панголину выставляют на продажу за немалые по тем временам 38 тысяч рублей. Благодаря Панголине, прославившей своего создателя, Александр в 1987 году получил предложение от ВАЗа и АЗЛК влиться в их конструкторские бюро. Выбрав АЗЛК, Александр работал с конца 80-х годов. В 90-е Александр, разочаровавшись в стране, продает свое творение и эмигрирует в США. Автомобиль приобрел некий подмосковный бизнесмен, который буквально уничтожил уникальный автомобиль колхозными переделками. Примерно в середине 90-х кузов зачем-то серьезно переделали, и так как кузовные матрицы были уничтожены, было решено удалить крышу. Изуродованный автомобиль сохранился и потом был продан в музей здания Авторевью, где какое-то время находился в экспозиции.